Я пропащий без вести, не пришлось лечь в честном бою, я в плену, я в чужом краю, я в плену, значит не поезд, не мертвец, но и не жилец. Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами продолжим говорить о немецких лагерях по содержанию военнопленных. Сегодня мы будем говорить с вами о шталаге. Шталаг – это лагерь, в котором содержались рядовые и сержанты, младший командный состав. Также в системе шталагов находились и лагеря, где содержались летчики, это шталаг, люфт, и шталаги с литером КМ, где содержались моряки. В шталагах из военнопленных составлялись рабочие команды, которые работали на сельскохозяйственных работах, на близлежащих территориях, работали на промышленных предприятиях. Уже с начала 1943 года из шталагов начинают формироваться отряды астробайтеров, то есть восточных рабочих, и направляются на работу на промышленные предприятия фашистской Германии или европейских стран, которые были оккупированы фашистской Германией. Деятельность шталагов осуществляла постоянная действующая администрация, которая состояла из следующих отделов. 1А – руководство лагеря. Этот отдел отвечал за охрану лагеря, режим содержания военнопленных и составлял отчеты о деятельности лагеря. 2А – использование военнопленных на работах. Этот отдел отвечал за ведение учета заявок предприятий на рабочую силу, заключал договора с ними, распределял военнопленных на принудительные работы и представлял отчетность об использовании военнопленных. 2Б – учет военнопленных. Сотрудники отдела вели регистрацию лиц, пребывающих в лагере, и следили за их перемещением. Отдел располагал картотекой фамилий и номеров, присвоенных военнопленным. 3А – контрразведка Абвера. Отдел занимался вербовкой агентуры среди военнопленных с целью выявления советских разведчиков и лиц, скрывающихся принадлежность к политическому или командному составу РККА, евреев, а также враждебно настроенных к немцам и готовящих к победе. 3Б – под отдел цензуры ввел проверку всей переписки военнопленных. 4А – хозяйственный. 4Б – санитарная часть. 4А – созданная система содержания военнопленных германской армии была неодинакова на оккупированных территориях германской армии. Если для европейских военнопленных существовали классическая система лагерей – долаги, шталаги и офлаги, так как европейские страны подписали и ГААКскую, и Женевскую конвенции по содержанию военнопленных и ведению военных действий. На советских военнопленных действие Женевской конвенции не распространялось, потому что якобы Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию. На территории Советского Союза находилось около 150 дулагов и около 146 шталагов. Что касается офлагов, их было совсем немного по сравнению с европейскими странами. Почему? Потому что если Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию, а Женевская конвенция предполагает четкую регламентацию и содержание отдельно офицеров и солдат, то в Советском Союзе в шталагах содержались совместно и офицеры, и солдаты. В лагерях была большая смертность. И практически и долаги, и шталаги превратились в лагеря-смертку. По той простой причине, что германское командование не предполагало такого большого количества военнопленных и не могло справиться с потоком военнопленных. На начальном этапе Великой Отечественной войны с июня 1941 года по октябрь 1941 года в плену германской армии оказалось около 2,566,000 человек. Такое большое количество военнопленных нужно было кормить, такое большое количество военнопленных нужно было охранять, и германское командование не могло справиться с этой неожиданной задачей. Поэтому был взят курс на уничтожение. В плену я в чужом краю, я в плену, значит, не поезд, не мертвец, но и не жилец. Под трепицею рваной кровь и пыль загустела, Но не слышу я раны, да душа изболела. В плену я в плену, значит, не поезд, не мертвец, но и не жилец. Над оградой колючей пулемет караулить, Не рвануться ли лучше под фашистские пули? Субтитры создавал DimaTorzok